Добрый вечер. Вы смотрите программу Насправде. В эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о цензуре. Вещь, которая, казалось бы, должна была уйти из нашего понятия в связи с последними событиями в нашей стране. Тем не менее, она есть. По крайней мере, так уверяют гости нашей сегодняшней программы, которых я с удовольствием представляю. Журналист и общественный деятель Жанна Васильцев. Здравствуйте, Жанн. Добрый день. И также журналист и общественный деятель Андрей Поволжский. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Жанн, наверное, с вас все-таки, с вашего позволения начнем, поскольку ваше заявление как раз... С вашего позволения. Я сначала поздравлю дорогих ветеранов. День Победы – это тот праздник, который навсегда останется в моем сердце, в сердце, по-моему, всех, кого я знаю. Счастья вам, здоровья, любви. И, я думаю, Андрей тоже что-нибудь. И чтобы государство о вас беспокоилось. Да, самое главное. Присоединяюсь к вашим поздравлениям и возвращаемся к теме нашей программы. У вас самое, пожалуй, громкое заявление последних месяцев, наверное. Вот прям взрыв такой небольшой в медиа-сообществе. Ну, понятно, когда разговоры шли о цензуре в момент противостояния на Майдане, там подконтрольные власти или там оппозиции, уж не знаю, там кому СМИ. Да, вот сейчас вроде такого противостояния нет, власти той нет. И те методы, там темники и так далее, в принципе, должны кануть в лето и забыть мы, как о страшном сне должны быть. А вы говорите о цензуре. Что там, собственно, произошло у вас? Ну, на самом-то деле, понятие цензура, ну, растяжимое. Это запрет с целью манипуляции. Примерно так можно охарактеризовать. Так вот, представьте себе ситуацию. Человек работает на канале 1плюс1. Программа Гроши, она, безусловно, скандальная. Безусловно, у нас врагов хоть отбавляй. И в один прекрасный момент новоназначенный министр заявляет о том, что ведущий программы имеет отношение к убийствам на Майдане. После чего мое руководство просто запрещает мне что-либо комментировать. Получается как? На меня по-простому наехали, а сказать в ответ я ничего не могу. При этом сам господин Аваков на какое-то время пропадает, не отвечает. Ну, у нас была с ним переписка, если интересно, я вам отдельно покажу. Где он обещал встретиться, поговорить, обещал, что вызовут на допрос. И примерно месяц был тишины. Месяц тишины, это уже к концу месяца все привыкли к тому, что я таки причастен к этой схеме. А отвечать я до сих пор не могу. Я начинаю ходить по пятам за гендиректором, который всегда куда-то бежит, всегда у него дела. Времени найти две минуты у него абсолютно нет. В какой-то момент я просто понимаю, что вот меня играет. Либо за что-то мстят. И, наверное, они просто все в схеме. Вот как только я это осознал, я понял, что пора выходить и говорить. Пора говорить не только, вот в чем как бы суть цензуры. Это микро кусочек. Есть еще, безусловно, целый наборный ряд сюжетов, которые я, как, в принципе, профессиональный журналист-расследователь, прихватил с собой. Это, ну, как бы, когда они уже откроют какую-то другую кампанию против меня, я могу их тоже выкладывать, и мы будем обсуждать, да, кто прав, кто неправ. Это не мои сюжеты. Именно поэтому это не дает мне сейчас физического какого-то права подставлять людей. Я очень хорошо отношусь ко всей команде игрошей, я люблю их. Это, ну, реально очень крутые расследователи. Но позиция менеджмента в данный момент, она просто, ну, как по мне, позорная. У меня были разные ситуации на канале. Меня однажды охраняла Альфа, мне угрожал УБОП. И все это произошло, вот, организация моей защиты произошла благодаря позиции главного редактора, гендиректора, которые обратились сразу же в СБУ, в ГПУ с требованием разобраться, помочь. И там ответили, и все совсем было по-другому. Конечно же, если господина Авакова кто-то вел в заблуждение, ну, я не думаю, что он там сам сидел, думаю, вот, как бы мне Новосельцеву за что-то отомстить, у меня с ним нет никаких личных счетов. То есть у вас ничего не было, да, никакой предыстории? Лично вообще, да, я вообще всегда думал, что человек, который из Харькова, будет мне всегда понятным. Поэтому я ему и не стал, как бы, сразу там что-то вот в ответ заряжать, да, я ждал от него какого-то адекватного решения, я ему писал и пытался с ним поговорить. Вот, ну, ответа не последовало, и, собственно, на этом этапе, да, я уже понял, что если это будет дальше продолжаться, то, ну, репутация моя будет уничтожена. Если это какой-то заказ, то обязательно еще и посадят. Я же специализируюсь на расследованиях, которые, скажем так, направлены на изобличение нарушений правоохранителей. То есть я знаю их методы, я знаю, что из абсолютно белого человека и пушистого можно сделать болотную тварь какую-то, да. Я понимаю, что если я буду молчать, я подтверждаю, как бы, свою вину. Вот, поэтому вот, ну, что касаемо цензуры. Мне не хватает просто фантазии для того, наверное, чтобы вообразить, в принципе, как журналист, даже журналист такой вот, да, серьезной программы, где-то может быть скандальнее, может, в принципе, быть причастен к организации убийств на Майдане, да, вот, что конкретно так сказали, каким образом, то есть стреляли вы, там, не знаю, снаряды подвозили или еще что-то. Ну, то, что мне удалось узнать, уже как бы по крупинкам собирают. Обвиняют меня, на самом-то деле, не в расстреле. Ну, это вот для обывателя, да, сейчас все звучит именно так. Поэтому я говорю, это удар по репутации сумасшедших. Потом они это все опровергнут, там будут говорить, нет, нет, вот, в той части мы будем извиняться, а в той нет, ну, это в лучшем ходе развития событий. Но они будут делать основной упор на том, что у меня были связи с представителями власти предыдущей. У меня дело в том, что есть контакты и с этой властью, и с той, и с прошлой, и с будущим. И это нормально, вы же журналисты, вы знаете, что это абсолютно нормально, нет проблем. Ну, вот, как бы, министр, новоназначенный, выходит на пресс-конференцию с генпрокурором, десятки камер, и говорит, этот парень, на самом-то деле, 200 раз в неделю позвонил господину Зубрицкому. А господин Зубрицкий, в моей жизни, это, ну, совершенно не тот персонаж, которым хочет представить его господин Аваков. Я не знаю, может быть, у них там какие-то личные моменты. Ну, мне же все не дано знать. Как во мне, господин Зубрицкий абсолютно адекватный медиа-менеджер, который создал канал 112, когда-то мне предлагал работу, когда-то стал участником, ну, смотрите, была у нас тема, трансплантология. Черная, Андрей был донором, то есть мы его смогли интегрировать в эту схему. Ну, то есть был человек, который вербует этих доноров. Ну, понятно. Да, вышел на нас, мы как бы соединили его с Андреем, он Андрея провел и пошел. Ну и все, я полетел туда, в Турцию, соответственно. Но элементарно на то, чтобы полететь в Турцию и там что-то снять и все остальное, нужна была хотя бы небольшая помощь для того, чтобы организовать это, в принципе. И он помогал только с точки зрения того, чтобы это организовать. Делать это нужно было быстро. Я знал, да, что в любом случае, если человек держит свой канал, он как бы располагает деньгами. Ну да. Соответственно, ну, вот опять-таки сейчас вцепятся все в фразу «свой канал», «откуда я знал» и так далее. Я знаю, что он на него имел влияние. То есть, ну, и в любом случае, там, не последний человек. Я обратился не только к нему. Я из своей зарплаты достал 1000 долларов, но их нужно было 8, потому что летело несколько групп, и это была достаточно опасная операция. Обратился к нему, и что, ну, сейчас, я не знаю, вот милиция сейчас к нам повторно обращается, им не хватает денег закончить эту всю историю. То есть, пока министр со мной воюет, простые милиционеры, они обращаются опять, говорят, дайте нам денег, нам надо полететь, и уже мы там совместно с другими властями, с турецкими, будем арестовывать верхушку этого айсберга, да. Мы им сейчас тоже ищем. Ну, вот так вот у нас получается. Возможно, сейчас опять революция будет, и мне скажут, вот, ты уже им искал. Ой, да хватит революции. Вот о чем хочу спросить. Вот то, что вы говорите сейчас, это, ну, я понимаю, что это в большей степени для зрителей, чтобы понимали в этой ситуации, потому что, ну, действительно, некий информационный какой-то вакуум. Есть заявление, непонятно, что есть, какие-то обвинения. Есть ваша позиция. Я вот коротко, просто я не довел мысль до конца. Что получается? Деньги брал? Брал, да? Ну, опять-таки, не я лично брал. Передавали там Андрею. Ну, это уже сама суть, как передал человек личные деньги на благое дело, она не должна никого интересовать, правильно? Ну, интересует. Почему 200 звонков в неделю? Потому что, когда парни полетели на три дня, то два дня у них не было вообще никакой связи. И, ну, мое состояние, да, когда я как-то сопричастен, да, это мои друзья, это, ну, то есть для меня, безусловно, огромная потеря. Конечно, кому я звоню, я ему говорю, сделайте что-нибудь. Я думаю, что у них там, если есть записи, они могут посмотреть, о чем там был разговор. Да, вот я о чем, собственно, говорил. Да, это позиция, понятно, позиция, наверное, для зрителя. Но зрители не могут вас, скажем, профессионально защищать. Есть ведь организации, общественные организации, журналисты, есть тоже движение Стоп-цензуре, да? Вот есть, ну, юридическая поддержка, в конце концов, которую эти организации оказывают. Вот вы обращаетесь. Стоп-цензура, это как раз мы были у, скажем так, истоков ее появления, да, формирования. Сейчас, смотрите, вот, например, есть Киселев, да, все вот говорят, Киселевщина, это уже отдельный термин, всем понятно, что там обливают грязью, да. Но сейчас то, что происходит в Украине, это Киселевщина в обратную сторону. Чем мы лучше его, если мы в прямом эфире, на национальном канале, ведущий сидит и говорит, колорадо, колорадо, захупылы, там, т, 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 да? Ну, это же нонсенс, да? Во-первых, как бы, кто из колорадо, давайте разберемся. Ну, есть, безусловно, диверсионные группы, разные государства, которые могут одеть разные ленточки, выйти, кого-то убить. И после этого все, кто в этих ленточках, становятся колорадом. При этом, как бы, сам смысл нивелируется, при этом все это на подходе праздника, Дня Победы. И все это похоже на давно просчитанный сценарий вот такого накала с выборами, которые вот-вот будут, да? Я же говорю, что, по-моему, у нас нет политиков, которые не любят шагать по трупам и расстроенно говорить, что все за все ответят. А то, что это народ, я же вот приехал в Харьков, я сам харьковчанин, у меня тут друзья, мы с детства росли, у нас никогда, никаких проблем не было. Сейчас некоторые, с одной стороны баррикады, некоторые с другой. Я вот, моя миссия сегодняшняя здесь, я вечером договорился, будет примерно 20 человек с одной стороны, 20 с другой, мы сядем и устроим такой закрытый, свой пацанский, скажем так, клуб, в котором все обсудим, что им мешает. Или они потеряли уже совершенно разум, это же превратится в одну секунду в кровопролитие. И по моим данным, опять-таки, есть там инсайд разный, до выборов, ну, могут до 50 тысяч людей убить по Юго-Востоку. Кому это нужно? Если можно, я добавлю, знаете, в контексте цензуры того, что сказал Жанн, смотрите, а есть ли цензура? А есть ли канал, у которого нет собственника? А может ли этот канал сделать сюжет про собственника? Нет. Соответственно, это можно назвать цензурой, правильно? То есть, соответственно, органы, которые должны это все контролировать, там, общественные организации, все остальное, они, нету органа, которые, например, там, никто нигде не работает, да, там, я не знаю, и они контролируют. Они все равно сопричастны с этим всем. Поэтому говорить о том, что объективно, там, кто-то что-то контролирует, нельзя. Поэтому, в связи с этим, что после того, как у Жанна произошла эта история, мы сели и подумали, что то, что сейчас происходит, самое важное, это установить мир между... Да, хватит, тут уже не время упражняться там в красноречии, да, или там доказывать, как меня обидел Александр Ткаченко. Мне абсолютно, я не хочу войны, конкретно с 1 плюс 1, потому что это для меня, ну, не пустой звук. Я очень благодарен, я люблю всех, кто там работает. Какой-то конфликт такой, да, он мне просто показал лишний раз, что люди заигрались. СМИ делают войну. Вы понимаете это? Я понимаю, речь-то идет, собственно, об информационной войне, и в том числе и наши коллеги вот тоже говорят, ну, а я уж не говорю об аудитории, она говорит, что Украина проигрывает информационную войну, что мы не умеем делать так, как Киселев. Вот вы говорите, что мы Киселев с точностью данного. Наоборот, все умеем. Все умеем, и, знаете, сидеть ничего не делать, просто знают, говорят, а там власти должны решать. Нет, если у человека есть своя позиция, и он хочет что-то решить, он берет и делает. В связи с этим мы сюда и приехали для того, чтобы изучить, как журналисты, как общественные деятели, изучить, что стало причиной, чего хотят эти люди. Почему? Они же не хотят просто умереть, они чего-то хотят. Понимаете, вот, например, сама идея, вот такая, да, она не была бы воспринятой, я бы даже там, наверное, ну, безусловно, если бы я еще работал на канале, у меня уже это волнует, да, у меня растет дочь, у меня друзья, я не хочу отсюда никуда уезжать. Я имею возможность уехать, но я не хочу уезжать, потому что я люблю эту страну, я люблю этих людей. Я знаю, что никогда не было никаких проблем. Я еду на запад, говорю на русском, мне отвечают на украинском или переходят на русский, я могу пройти на украинскую. И никаких проблем нет. Сейчас все, что происходит, это конкретно срежиссированный сценарий. За это рано или поздно ответят. Просто ответят, когда? Когда уже будет огромное количество смертей, и рано будет настолько глубоко, что вот мы еще какое-то время будем жить... Режиссированный спектакль. Кем? У нас здесь, там... Я думаю, идет... Смотрите, что происходит на данный момент. Ну, представьте, две лужи. Да? Одна лужа красного цвета, вторая синего цвета. И вот они стыкаются. Украина – это то государство, которое вот получилось на этом стыке. Скажите, если две лужи сходятся, они же перемешаются в любом случае? Ну, вода. Вода – это люди. Лужи перемешиваются. И причем неважно, они перемешаются так или иначе. Все равно, это глобальные процессы. При этом, как бы, нагнетать тут какую-то панику, разделять, там бандеровцы, нет, там фашисты, а там колорады. Это делается все, это манипуляция, понимаете? То есть, природный процесс, он все равно идет на объединение. Вот такое, да, все... Не то, что там Украина с Россией, с Европой. Вот тоже вторая, просто, извините, вторая сторона вопроса. Вопрос в том, что это будет объединение с помощью ядерного взрыва, либо просто с любовью, да? Я к тому, что вот, да, что делать, собственно, в этой ситуации журналистам, которых, вы говорите, вот становится, да, все-все больше, похоже на кисть лев. Другая сторона вопроса. Опять же, вот стоят люди откровенно, да, вот вооруженные, не идущие ни на какие переговоры, захватывающие там здание, устанавливающие блокпосты, там, живой щит впереди и так далее. Вот как их называть, пророссийски настроенные активисты, нейтральненько так, или все-таки террористы, как это, собственно, ну и заслуживает, наверное, это? Можно я первоотвечу на этот вопрос? Я вчера вечером говорил с девочкой, которая живет в городе, в Краматорске. Так вот, я у нее спрашиваю, ну вот мы сидим в беседе, я говорю, слушай, а ты знаешь людей, которые стоят на баррикадах? Она говорит, да, это наши всеместные. Я говорю, а зачем вы это делаете? Ну, то есть там русских нет, она говорит, нет, это наши местные. Скажите, как вы думаете, этот синхрон покажет хоть один центральный телеканал? Ну, я не рискну предположить. Нет, у вас это не вырежет завтра? У нас не вырежет завтра. Вот, девочка говорит, синхрон, она имеет право на свое волеизъявление, а журналист, как человек, который, в принципе, услышал, должен поставить. Но мы сегодня все больше слышим о том, что колорады, сепаратисты и террористы, боевики и все остальное, соответственно, это информационная просто война. Я не про девочку говорил, которая где-то живет, и у которой давно. Она есть, безусловно есть, да. Опять-таки вопрос с Одесским домом профсоюзов, да? Это сейчас вот тот козырь, который кто-то дал каким-то, ну, вот я же говорю, в любом случае радикализированных убийц, их, ну, считанные там тысячи, в 46-миллионной Украине, да? То есть мы идем на... за кем мы идем и кого мы слушаем. Почему мы обращаем на это и забываем про то. Сейчас, я же говорю, все это обернулось позитивным моментом. Это дало мне понимание, что, ну, я могу послужить гораздо большему интересу. И вот так оно все и родилось. Таким образом, можете послужить, собственно, вы его... Смотрите, вот эта ленточка, например, да? Вот вам лично скажите, вы житель Харькова? Да. Вас раздражает вот-вот черно-оранжевое? Ну, у меня, собственно говоря, еще до этих событий были вопросы по поводу ношения георгиевских лент. Или георгиевских, или георгиевских. Знакомых были родственники, которые конкретно в победе над фашистами получали что-то похожее с таким цветом. За победу над Георгией, да? Вот мне, как человеку, у которого два деда воевали, которые имели аналогичные ордена с такой цветовой гаммой, мне какая разница, кто там разбирается, гвардейская, перегвардейская. Я знаю, что полукраины к этому относятся нормально. Зачем их назвать колорадами? Как они думают, что, во-первых, тут люди хотят федерализации больше? Нет, тут не хотят. Тут не хотят вообще? Нет. Вообще-то предпочтение. То есть, нет, какая-то группа есть, безусловно. В целом, Восток есть, конечно, да. Есть группа большая, наверное, которые хотят федерализации. Которые хотят в Россию, собственно говоря, есть, может, еще куда хотят. Ну, есть, да. Вот вы спросили, как мы собираемся это делать. Вот мы были в Киеве. Да, это просто элементарно. Вот то, что мы попробовали. Смотрите, обычно, что мне нужно сделать для того, чтобы я предложил такой ход, хотя бы в студии показать. А давайте такое сделаем, да. Я говорю своему шеф-редактору, шеф-редактору начальнику департамента, начальник департамента. И пошло-пошло, там уже вот где-то в облаках. И потом оттуда приходит обратный такой вот посыл, да, с молнией вместе. И, скорее всего, это вот так врубится, потому что там другие совсем интересы, да. Им нужно разжечь, чтобы потом потушить и быть героями, да. Ну, когда ты работаешь в информационном поле достаточно долго, ты понимаешь эти игры. А при этой всей ситуации, я с себя вот сейчас балласт скинул, да. Я пришел сразу, вот придумали мы это. Мы вот тут же записали этот ролик. Тут же там тысячи просмотров. За день у меня просто фейсбук лопнул от добавления друзей. Вот, конечно, кто-то там пишет, ну, в основном тролли. Тролли-тролли. Ну, у них такая работа, но 90% это благодарность. Это просто и со вкусом, да. Ну, говорят, а нет, а вы знаете, что это за знак, что за лента. Я говорю, я хочу знать только то, что полстраны к этой ленте относятся нормально. И все. Я хочу нивелировать смысл, ну, скажем так, любых цветовых гамм. Я хотел бы просто, чтобы здесь был мир. И мы это, как бы, достаточно успешно делаем. Почему? Потому что уже на следующий день откликнулись там Остап Ступка, Анжелика Рудницкая. И сейчас, опять-таки, там звонят. Там сейчас ребята остались в Киеве. Они пишут, пишут и пишут. Это все еще продолжается. То есть праздник прошел, а это еще будет идти дальше. И это вот такой момент, он еще и сам по себе очень практичный. Мы знаем о том, что до сих пор не расследовано расстрел людей на Майдане. По каким-то причинам, это мы тоже скоро узнаем. Если бы все были вот с такими лентами, то какая толпа на какую бежала, скажите? Если бы мы уважали друг друга, да? Это как бы вот начало. Я, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня в Харькове, за то, что вы сегодня в нашей студии, за то дело. Возьмете на память? Да, конечно, безусловно. Спасибо вам огромное. Дай Бог, чтобы у вас все получилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания, мира нам всем. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.